Многие знают тираннозавра Рекса, птеродактиля, еще были аллозавры, велоцирапторы, вот такие красавцы и вот такие. Чего только природа не придумает, правда? Только есть одно но. Вот это чудище и вот это на самом деле лебедь и бегемот. Почему они так странно выглядят? Именно такими бы их нарисовали ученые, если бы они основывались в своих предположениях на скелетах этих животных. Сегодня мы откроем вопиющие случаи несоответствия официального взгляда на жизнь и смерть динозавров с реальными фактами, в том числе с останками самих динозавров. Факт первый. Динозавры выглядели иначе. Палеохудожник Дживдет Мехмед Кюсиман считает, что устроенных динозавров было куда больше массы, чем обычно изображается, включая более крупные слои жира и области мягких тканей. Он считает, что в создании образа костистого монстра виноват Голливуд. Действительно, удивительно, сколько фильмов и художественных произведений на тему динозавров было подготовлено без учета самих окаменелостей. Возмущается Кюсиман. Самая распространенная ошибка заключается в том, что мы берем скелет и вводим в него мышцы, а затем обертываем кожей эту форму. Это игнорирует отложения жира, кожные покровы и другие мягкие ткани, которые есть у животных. Палеохудожник отметил, что даже у крокодила, этого родственника динозавров, было гораздо больше жира, мышц и мягких тканей на теле, чем у большинства наших изображений динозавров, которые были такими же тощими, как жертвы чумы на средневековых картинах. В реальном мире даже у ящериц есть пленка, покрывающая их рты. Зубы даже у очень крупных животных редко видны. Но и это еще не все коррективы, которые необходимо внести во внешность динозавров. Многие ученые считают птиц потомками динозавров, а это означает, что древние динозавры имели оперение. Помимо всего прочего, раскраска кожи и перьев могла иметь какой угодно цвет, а не только коричнево-зеленый, как считают большинство ученых, и Голливуд. Некоторые динозавры могли выглядеть примерно так. Команда исследователей доктора Якоба Винтера изучала образец пситокозавра, который находится в музее Секенберга во Франкфурте. Чтобы получить четкую картину пигментов в коже динозавров, команда Винтера выстрелила лазером в образец, чтобы выделить флуоресцентные материалы, фосфат кальция, оставшиеся сохранившимися от чешуи животного. И вот что у них получилось. Пигменты проступили достаточно отчетливо, чтобы получить наиболее точное представление об окрасе этого динозавра. Факт второй. Динозавры жили всего несколько столетий назад. Всем нам еще со школы внушили, что динозавры вымерли миллионы лет назад, что это какая-то невообразимая древность. Допустим. Тогда как объяснить следующий пассаж? В 1920-х годах палеонтолог и писатель Иван Ефремов описывал свою экспедицию в казахские степи такими словами. Целый день лошадь шла по бесчисленным костям динозавров. Кости покрывали территории в десятки километров. Прошло 50 лет, исследователи отправились в казахские степи, но кладбище динозавров было утрачено. Было найдено ничтожно малое количество, описанного Ефремовым. Но подождите, почему древние города, которым якобы всего-навсего 2000 лет, опускаются по землю на несколько метров, а останки динозавров возрастом 68 миллионов лет продолжают лежать в песках, которые каждые несколько сотен лет меняют свой ландшафт? Почему пирамиды Египта и Сфинкс были засыпаны, второй был засыпан почти по горло, а кости динозавров не оказались как минимум на глубине нескольких десятков метров? Если динозавры вымерли миллионы лет назад, то как объяснить удивительную сохранность органики? Доктор Мэри Швайцер из Университета Северной Каролины обнаружила мягкие ткани внутри окаменелости тираннозавра возрастом 68 миллионов лет. Костные клетки и целые кровеносные сосуды. Их сохранение выглядит невероятным, ведь окаменелости динозавров – это по сути минералы, камни, повторяющие форму костей, но никак не сам биологический материал. При этом сосуды демонстрировали механическую гибкость и упругость, вовсе не свойственную камням. То есть это действительно живые клетки динозавров. Тогда о каких миллионах лет можно говорить? Получается, что эта цифра была взята с потолка. Принято считать, что белковые молекулы распадаются быстро и сохраняются в окаменелостях не дольше 4 миллионов лет. После чего остаются фрагменты, которые не могут дать особых представлений о белковой структуре. Ученый Сержио Бертатсо вместе с коллегами, изучая плохо сохранившиеся кости древних рептилий, заметил довольно необычное яйцевидное образование с весьма плотным ядром. На ум сразу же пришли эритроциты. Позже эта информация подтвердилась. Ну и на десерт такая информация. К 2007 году мягкие ткани, сосуды и клетки обнаружены Мэри Швайцерс с авторами в костях еще более чем дюжины других динозавров. Причем от некоторых из найденных останков динозавров исходил трупный запах. Кроме того, ученым из Дублина Марией Макнамарой в отложениях древнего озера в Испании в миоценовых слоях возрастом якобы в 10 миллионов лет были обнаружены остатки лягушек и саламандр, в которых сохранился костный мозг с клетками и жировыми прослойками визуально обычного вида. Все говорит о том, что динозавры жили не миллионы лет назад, а всего несколько тысяч, а может даже и сотен лет назад. И теоретически возможно, что единичные виды все еще могут жить в труднодоступных уголках Земли. Факт третий. Динозавры погибли мгновенно. Теперь мы выяснили, что окаменелости не создавались миллионы лет назад. Под окаменелостями более правильно понимать реальный биологический материал, а не следы останков в осадочных породах. Механизм превращения биомассы в камнеподобный материал до конца не ясен. И вообще, что стало реальной причиной гибели динозавров? Почему гибель была массовой? Если бы динозавры, а также их сожители погибали постепенно по причине изменения климата, то почему при взгляде на некоторые предсмертные позы несчастных создается такое ощущение, что они встретили смерть практически мгновенно? Здесь видно, что гибель хищника и жертвы наступила одновременно, как будто они были заживо похоронены в момент борьбы. Здесь мы видим скелет ихтиозаврихи, которую застала смерть во время родов. Видно, что у нее сломан хвост и поврежден позвоночник. Это может говорить о сильном ударе в момент, когда она рожала своих детенышей. Вот этой рыбке не дали доесть обед. След от мягких тканей настолько четкий, что совершенно очевидно, что рыба была убита и запечатана в момент трапезы. Вот еще похожий случай. Здесь видно, что рыбки запечатались в камень в момент группового движения в воде. Они не рассыпаны по периметру, а собраны в четкий клин, которым обычно плавают рыбы в здравом уме и памяти, как говорится. Все указывает на то, что рыба здорова, а не куда-то плыву. Но какая-то неведомая сила фактически заживо запечатывает их в осадочной породе. Факт 4. Реальная причина окаменения останков. Касаясь подозрительной сохранности мягких тканей в так называемых окаменелостях, рассмотрим следующие случаи. Окаменелости мягкотелых насекомых. Вот для примера меганевра. В ассортименте окаменелых существ можно встретить следующих мягкотелых. Пауков. Морских лилий. А также морских губок, то есть тип беспозвоночных животных. Это очень примитивные многоклеточные, у них нет никаких специализированных тканей и органов. По сути губки представляют собой два слоя клеток, эпителиальных и пищеварительных, а между слоями формируется твердый скелет из известковых или кремнеземных игл. Поражает прекрасная сохранность существ спустя 650-800 миллионов лет. Именно столько лет назад, согласно ученым, жили эти древние губки. Различных моллюсков и кишечно-полосных. Например, медуз. На самом деле ассортимент мягкотелых животных, превратившихся в подобие камня, очень большой. Совершенно непонятно, каким образом они были запечатаны в камень в момент их движения и каким образом они сохранили мягкие ткани на начало процесса минерализации. Любопытно то, что многие животные, жившие в эпоху динозавров, продолжают жить и в наши дни. Например, раки и крабы. Кистеперая рыба, которая раньше считалась вымершей, так как была найдена в качестве окаменелости. Потом начали находить живые экземпляры. Мечехвосты. Они тоже раньше считались древними животными, пока их не нашли на морских пляжах. Или, например, креветки. Почему за миллионы лет не произошло огромное количество мутаций, которые стоят на страже теории эволюции? Еще одна странность окаменелостей, в том числе динозавров, это нетленность кожи, чешуи, мышц, внутренних органов, глаз, крыльев. Только посмотрите, какая суровая рыбеха. В этом экземпляре эскипионикса отчетливо видны внутренние органы, а именно кишечник. То, что расположено ближе к тазовой кости и выше брюшной полости. Не нужно быть большим специалистом, чтобы увидеть, что это останки реального динозавра, впечатанного в камень, а не слепок с этого трупа. Здесь мы также наблюдаем внутренние органы. Разве они не должны были разложиться до минерализации? Вот вам еще глазик ихтиозавра. Если животные погибли от холода и голода, и трупы постепенно опускались под землю, то почему не было съедено и не истлело то, что уничтожается природой в первую очередь? А это знаменитая окаменелая кожа динозавра. Здесь мы видим архиоптерикса с целыми глазами и следами оперения крыльев. Примечательно, что практически у каждого окаменелого древнего животного, имеющего скелет, есть ореол его прежнего тела, то есть присутствуют остатки большинства мягких тканей. Добавим к древнему животному миру и окаменевшие деревья, растения, чьи невероятно крупкие листики окаменели и до сих пор сохраняют на себе рисунок, прожилок и растительных клеток. То же самое касается морских водорослей. Почему они не успели разложиться, но запечатались в камень, как говорится, в период своего расцвета? Все озвученное здесь означает, что окаменение происходило иначе. И то, что наука называет окаменелостями, на деле является результатом какого-то катаклизма, в ходе которого под огромным давлением гигантские территории были за короткий промежуток времени занесены осадочными породами. Именно они привели к смерти практически мгновенной, а не что-то другое. Скорее всего, это была волна, ударная сила которой зачастую ломала кости животным, а мощнейшая звуковая волна доводила рыб до иступления и агонии. На этом видео представлен эксперимент по созданию условий для образования мощного турбидитного, иными словами мутьевого, илового, потока, появляющегося в результате землетрясений. Здесь мы видим, что турбидитные потоки не создают цунами. Это не селевые потоки. Турбидитные потоки возможны только в относительно спокойной воде. Далее мы видим еще один интересный эксперимент, который тоже связан с турбидитами. Смотрите, как они огибают возвышенности. А поскольку турбидитам характерны ритмичные чередования, то со временем создаются слои, которые очень похожи на слоистую структуру нашей планеты. Яркий пример – Гранд Каньон, где такие слои отчетливо видны. В интернете можно найти множество похожих гор, поделенных на турбидитные слои. Если под водой в момент катастрофы по дну мирового океана проходили турбидиты, то каким образом сухопутные животные могли мгновенно впечататься в осадочные породы? Поделитесь вашими размышлениями в комментариях под видео. Не исключено, что ключевым событием был крупнейший потоп, либо серия потопов, которые подняли уровень воды на суше, и уже в этой воде образовались турбидиты, похоронившие под сильнейшим давлением и земляными массами огромное количество сухопутных животных и растений. Динозавры и люди жили в одно время Еще одним подтверждением того, что динозавры жили относительно недавно, являются, например, такие фотографии конца XIX века. Мы видим подстреленного птеродактиля. По меркам мировой истории, это было еще вчера. Вот фотографии охотников с птеронодоном. Здесь охотники тоже позируют с доисторическим животным. Но даже если это подделки, созданные в фотошопе, то почему мы видим динозавров на некоторых старинных картинах? Например, на этой кисти Питера Брегеля-старшего под названием «Самоубийство Саула» на заднем плане мы видим караван, в котором идут несколько динозавров. У них типичная змеиная шея, толстые ноги, высокие спины. Некоторые считают, что на самом деле это верблюды, хотя ничего общего с ними эти существа не имеют. А это барельеф на стене храма в Камбодже. Одними из самых достоверных доказательств сожительства людей и динозавров являются камни Ики и коллекция глиняных фигурок из местечка Акамбара. Начнем с первых. Камни Ики. Это коллекция валунов, камней из эндезита, обкатанных речной водой, на поверхности которых выгравированы древние обитатели Ант в сюжетах, противоречащих современной хронологии. В настоящее время их известно более 50 тысяч экземпляров. 50 тысяч. Как вам масштаб подделки? В настоящий момент факт подделки не доказан. А масштабы производства таких камней поистине поражают воображение. Коллекция камней была собрана в окрестностях перуанского города Ика, в котором сейчас и хранится их большая часть. Размеры и вес камней разные. Маленькие в 15-20 граммов, а самые большие достигают веса до полутонны при высоте в полтора метра. Наиболее распространенный размер соответствует арбузу. Цвет камней преимущественно черный, но встречаются серые, бежевые и розоватые. На камнях изображены самые разные сценки совместного жительства людей, динозавров и различных рептилий. То люди борются с динозаврами, то охотятся на них, то приручают и используют их в качестве транспорта. Вторая коллекция, о которой необходимо упомянуть, это коллекция глиняных статуэток Акамбара, собранная Вальдемаром Юльсруду. Собрание из 32 тысяч фигурок не только не содержит ни единого дубликата, но к тому же эти фигурки выполнены из разных пород глины, в различных стилях и с различной степенью мастерства. В ходе исследования было однозначно установлено, что керамика в коллекции Юльсруда обработана методом открытого обжига. Для ее производства потребовалось бы огромное количество древесины, которая в засушливом и безлесном районе Акамбара всегда была чрезвычайно дорогой. Кроме того, подобное масштабное производство с открытым обжигом керамики просто не могло бы остаться незамеченным. Примечательно в этой коллекции то, что она изображает самые разные сценки из совместной жизни людей и динозавров. Подведем краткий итог. Нет никаких доказательств того, что останкам динозавров миллионы лет. Напротив, запечатанные в осадочные слои трупы животных и растений, живших с динозаврами в один период, как и трупы самих динозавров, слишком хорошо сохранились. Многочисленные старинные изображения динозавров, часто называемых в народе драконами, доказывают, что драконы существовали на самом деле и не были плодом народной фантазии. Традиции в Восточной Азии также содержат немало драконообразных персонажей, таких как японский рю, китайский лун, вьетнамский лонг, корейский йон и других. Слово дракон происходит от греческого слова дракон, которое якобы означает «я вижу». Слово «змий» встречается в славянских текстах с XI века по официальной версии истории, в том числе в Московской Библии 1663 года, является равнозначным слову «дракон». Таким образом, мы видим, что драконы и змеи всегда жили рядом с людьми, поэтому их рисовали рядом с другими, самыми обычными животными. Но почему драконы погибли? Люди и динозавры жили вместе, как это видно на этом фото. Правда, это след ноги человека ростом от 3 до 4 метров, но это уже совсем другая история. Главным остается вопрос, от чего вымерли динозавры, если это было в относительно недавнем прошлом, и почему скелеты динозавра и человека, на крайний случай великана, не находят вместе? Или это дело времени, и чем глубже будут копать археологи, тем больше ответов мы найдем под землей? Предлагаем обсудить это в комментариях под видео.